Друзья, всем привет-привет! С вами я, Татьяна Нагорнова, и со мной моя подружка Маша Байер, которую я вам уже много раз показывала. И сегодня у нас знаменательное событие. Я знаю, что вы это очень любите, потому что мы будем распаковывать вот этот замечательный, огроменный... Ох, Господи, он такой тяжелый! Больше нас с Машей календарь от Калбьюти! Маша нам сейчас про него поподробнее расскажет. Поэтому, если вам такое видео интересно, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, подписывайтесь на Телеграм-канал Маши, где все эти продукты можно будет купить после выхода этого видео, а мы тем временем будем начинать. Маши, расскажи теперь немножечко про сам календарь. Я немножко подготовилась, выписала каждый продукт, чтобы было проще рассказывать про позиции, которые в нем содержатся. В общем, этот адвент-календарь стоил 235 фунтов стерлингов, а его наполнение на 1100. Ну, я посчитала, там почти 1100, но сайт обещает тысячи, обещал тысячи. То есть это выгоднее вышло? Конечно, это получается 80% скидка. В общем, этот адвент-календарь был заказан через СДЕК ФОРВАРД. Это очень хорошая служба доставки товаров из-за рубежа. Они работают с такими странами, как Великобритания, Америка, Польша, Турция, Бельгия, Германия, очень много стран. Там на сайте Global's Deck можно это все увидеть, Таня оставит ссылочку на этот сайт. Вот, и доставляют товары из любого интернет-магазина, какого вы хотите. Все, я уже очень хочу открывать. Давайте погнали искать, где здесь номер один. Сам адвент очень красивый, такое оформление. Здесь на магнитике открывается он и сделан в виде вот таких вот ящичков. Я обожаю, когда ящички, а не когда, знаете, есть такие адвенты, где ты должен ногтем-когтем все это выковыривать и ломать. И, короче, неудобно. Ну, вы поняли, о чем я. А когда ящички, это очень удобно. Так, я нашла номер один уже. Стоп, я в кадре? В кадре. Да, давай. Опа. Так, давай будем по очереди открывать. Один я, один ты. И я буду Тане помогать и рассказывать, что за продукт. А я про уход вообще ничего не знаю, поэтому тут только ты будешь рассказывать. Итак, в первом номере попалась вот такая у нас сыворотка. Полноразмерная. Сейчас я покажу ее поближе. От бренда Санда и Райли. Да, называется Сео 15% витамин С Brightening Serum. Так, я сейчас в свою шпаргалочку загляну. Что мы можем сказать про эту сыворотку? Сколько она стоит? Если мы будем говорить про каждую сыворотку, то видео будет, наверное, окрутиться. Она хорошая вообще? Вообще, этот бренд, он очень хороший. Единственное, что там был скандал, наверное, все знают о том, что они покупали отзывы на всех сайтах, в которых представлен этот бренд. Все отзывы, которые писали люди, были купленными. Они прославились благодаря этому. Но формулы там хорошие. И, кстати, этот бренд продается в Ильдеботе. Она сейчас работает, она сейчас открылась. И вот эта сыворотка, я специально Таня посмотрела, она стоит там 11 800. Это у меня вообще цены без комментариев. Следующий, вот я открываю. Так, только надо найти его. Вот он. Нашли. О, здесь это Саша Хуан или Сача Хуан. Ничего себе, целых две бутылки. Да, это шампунь и бальзам или кондиционер. Сейчас посмотрим. Да, тут, кстати, что-то протекло. Ну ладно, ничего страшного. Шампунь и кондиционер. Это их базовый, известный для всех типов волос. Причем они продаются, это 100 миллилитров travel size, они есть в продаже. Стоит 14 фунтов шампунь и 15 фунтов стоит кондиционер. Если что, это, кстати, известный в Швеции салон парикмахерский. Если я не ошибаюсь, да, в Стокгольме находится. Я это не знаю. В честь этого салона вот этот бренд как раз. Я как-нибудь хочу, может быть, один раз в жизни попробую себе дорогой шампунь. Я толком не знаю зачем. Ты уж меня спрашиваешь про уход для волос. У меня уход для волос это фруктис или лореали. Ну ты знаешь, кстати... Но говорят, разница есть. Есть, есть, есть. Шампунь, может быть, можно и попроще выбрать, но вот маску и бальзам лучше взять хороший. Потому что эффект точно будет. Так, следующий тип. Ой, три, такой крошечный номер. Может быть, там декоративка? Да, моя любимая. Нет, там не декоративка. О, мне кажется, у меня такая штучка была. Это Малин и Гёц Тарк Рум. Рум, брюн, апотекари. Чё, чё ты с Ромом? Да. Ребята, чё ты с Ромом? Это масляные духи от американского бренда Малин Гёц. С тёмным ромом духи. Прикольно. Да, стоят они 24 фунта. Вот такая маленькая пипирка. Это реально духи в ролике. Настоящие духи. Прикольно. Ну а мне, по-моему, был бальзам для губ. Мне кажется, они уход, да, делают? У них, да, у них уход и для тела, и для лица, и всё подряд. Четвёрка. Номер 4. Ты где? Нашла. Там, наверное, что-то из декоративки нет. Маска для волос. Что-то они нас с волосами атаковали. Какой-то бренд Deeper Love. Правильно я читаю? Да, Deeper Love. Я первый раз его слышу. Хэр by Sam McKnight. Масочка для волос. Опять какой-то веноменитый стилист для волос выпустил свою линейку. Сто процентно, что это стилист для волос. Да, не одежные. Будем надеяться, стилисты, что он шарит немножечко. Интенсивная восстанавливающая маска написано. 50 мл объём. Это travel size. Господи, тут полдня только, девочки. Я теперь понимаю, как сложно было Оллер и Дотом снимать вот эти все распаковки, потому что всунуть назад эти ящики, это отдельный род искусства. Ладно. Моя очередь. Моя же. Номер 5. Кстати, здесь такой огромный номер 25. Вы просто зацените. Он пол кандаря занимает. Да я уже хочу до него добраться. Так. Мне кажется, у меня такой, кстати, попадался в адвенти. Это бренд Youth to the People Adaptogen Deep Moisture Cream. Вот такой он. В боксе у тебя, по-моему, был. Красивенный. Да, но я лучше вот сюда, наверное, посниму под съём. Мне кажется, это тоже очень дорогой бренд. Сколько он стоит? Это явно полноразмерка. Да, это полноразмерный крем. 50 миллилитров, увлажняющий. Единственное, знаете, что вот у меня такой вопрос. И кто знает ответ на этот вопрос, напишите, пожалуйста, в комментарии к Тане. Почему бокс и антикалендари некоторые позиции дают без коробки, а некоторые позиции дают в коробке? Кто знает ответ на этот вопрос? Напишите, пожалуйста, потому что вот эта позиция точно идёт в коробке в продаже. Ну, то есть духи они нам положили в коробке, а вот эта без коробки. Почему именно так? Знаешь, мне, кстати, так не нравилось. Я в прошлом году ещё, когда всё было нормально, покупала подарочную коробку от Clinique, по-моему. Или Clinique, или Clorance. И я думала, что там было дофига продуктов. Я всё расформирую, подружкам подарю. И там абсолютно все продукты пришли без коробок. И помады, и всё на свете, и крема. И как будто, я не знаю, ты из своих скромов берёшь и раздариваешь всё. Но не очень прикольно. Да, если себе не оставляешь. Так, у нас какой следующий номер? Я забыла. Шестёрка. Шестёрка. Я нашла где. Ага, маленькое что-то. Да, туго-туго всё идёт у нас. О, это солнцезащитка. Супергуб. Правильно я говорю? Да, Супергуб. Супергуб бренд. Он делает только солнцезащитные кремушки. Лосьончики, я неправильно вставляю. Вот, этот бренд основала какая-то известная девушка в Америке, у которой подруга заболела раком. Вот, и она решила посвятить свою жизнь солнцезащитным средствам. И так как этот бренд делает только солнцезащитные средства, они все очень хорошие и уникальные. А тут какой-то прям крошечный. Это тревел сайс, я сейчас скажу. Это тревел сайс. 15 миллилитров. 15 миллилитров, да. И стоит он 15 фунтов стерлингов. А выглядит так компактно? Ну, я думаю, что меньше. Ну, так уж и дешево. Теперь моя очередь. Номер 7. О, какое-то вообще непонятное что. Фирма Зеленс. Это очень дорогой бренд, а-ля типа Августинус Бадр и Барбара Штур. Называется витамин D концентрат. Ничего себе, мне первый раз в жизни попадается уход с витамином D. Кстати, кто не знал, абсолютно все витамины впитываются через кожу. Что-то лучше, что-то хуже. Вот, например, как работает то же самое облепиховое масло. У кого очень сухая кожа, там пятки, трещины, ну, всякая такая кожа происходит. Возможно, вы замечали, что народный рецепт помазать облепиховым маслом помогает. Почему так происходит? Потому что вот эти симптомы излишней сухости, это часто связано с глубоким дефицитом витамина Е. А так как в облепиховом масле его много, он впитывается, закрывается дефицитом витамина, кожа становится лучше. Поэтому многие витамины и правда могут быть усвоены через кожу, но вот именно с витамином D я первый раз вижу. Я тоже, казалось, очень редко встречаю сыворотки с витамином D. Вернее, первый раз вижу тоже. В основном С, самый популярный. С, А, Ретинол, Нианосиномид, это B6. Да, да, да. Вот с D. Это очень дорогой бренд. Он основан, я сейчас вам скажу даже, имя Марка Лэнсом. Это американский пластический хирург. Вот. И такая вот масюська стоит почти 50 фунтов стерлингов. 5 тысяч рублей. Да, у них такой концепт, то, что все формулы для их бренда тестируются столько много раз, до тех пор, пока не будет достигнута идеальная, реально работающая. Так, ты открываешь восьмерочку. Восьмерочка. О, только упомянула Августинус Бадер. Да, причем, знаешь, когда он появился, мне кажется, активно в прошлом году его начали продвигать. И раньше никто не знал, и все просто офигевали о ценах. На этого Августинуса. Но в последнее время я столько много позитивных отзывов на него видела. Не зря это любимый крем Виктория Бекк. Выглядит она очень круто. Это любимый крем Ирины Шейк. Она его лицо, этого крема. Здесь у нас идет 15 миллилитров. Стоит эта штучка в золотом яблоке 9 тысяч рублей. 9 тысяч рублей, да просто ужас. А на сайте Call Beauty 79. Кстати, упаковка, вот бывает иногда, что люксовый бренд, а упаковка хромает. Здесь все ок. Здесь прям и красиво по цветам, и в том числе красиво все из стекла сделано, хотя бы не пластик. Спасибо Августинусу. Так, моя очередь. Я открываю номер 9. Так. У нас тут крышечка завязана. О, какой ты тяжелый. Ничего себе. Тут целая вот такая бодейка. Называется штука Биома Мощер Гел Крим. А для чего? Вроде бы как для лица. А если честно, так как я подготовилась, помогу Танюшке. Это очень дешевый бренд, вы не поверите. Это полный размер 50 миллилитров и стоит всего 11 фунтов стерлингов. А так выглядит красиво. Да, прикольный дизайн такой, какой-то молодежный. Молодежный, да, такой дизайн. Это обычный крем-гель, я так понимаю, для подростковой кожи, увлажняющий для лица. Но тут прикольно, что тут, независимо от этого, тут комплекс кераминов есть, плюс неоценный минт, который особенно для проблемной кожи очень хорошенький, и зеленый чай. А масло зеленого чая, оно тоже борется с несовершенствами. Да. И самое, знаете, что прикольное, то, что этот бренд и так дешевый. Но именно они делают рефилы. Но вот на этот крем-гель есть рефил, который стоит ровно на 1 фунт стерлингов дешевле, чем сам крем. Я не знаю, в чем прикол. То есть вот это все снимается, вставляется туда новый рефил, чтобы ты не выкидывал упаковку. Прикольно. И на самом деле упаковку со съемными рефилами я всегда уважаю. Так, следующий открываю я. Десятый. Интересно, у кого-нибудь хватает терпения по одной штучке? Еще один бюджетный бренд, очень, кстати, хороший. Это Inkey List. The Inkey List. Типа аналог The Ordinary, кто знает такой бренд. Он недорогой. 14 фунтов стерлингов стоит эта сыворотка. Polyglutamic Acid. То есть какая-то кислота. То есть какая-то кислота. Да, это какая-то кислота, которую я, наверное, не выговорю. Полиглутаминовая кислота. Это очень сильный увлажнитель. И этот бренд, он, в принципе, сделан, основан на всяких формулах. Типа гиалромовая кислота. Вот такая кислота, всякая. Там витамин С и так далее. Но они при этом веганы. Тут значок веган фри должен стоять. Так, номер 11. Ой, я нашла. Он такой какой-то милипусечный. Вау. Да, вау, потому что они называются. Вау, девочки. Это Dreamcoat Supernatural Spray. Сверхъестественный, ничего себе. Ой, это даже описание такое интересное. Magically Transforms Texture Amazing. Короче, он магически трансформирует текстуру и обладает потрясающей стойкой силой. Так. А что он делает-то, Маша? Это спрей для волос. Помимо того, что он магический. Да, это как спрей-кондиционер. Просто после шампуня вы наносите на влажные волосы. Можно наносить на сухие. И они у вас лежат гладко, ровно. И самое главное, не пушатся. Вот мне он очень, кстати, хорошо помогает против пушения. Потому что у меня волос сам сильно вьющийся. И очень хорошая штука. Это их бестселлер. Вот у этого бренда очень много всяких крутых средств для волос. Но именно вот эта вау-штука, это их бестселлер идёт. Так, номер 12. Номер 12. О май гад. Тут что-то очень дорогое. Бренд называется Ниод. Правильно? Да, Ниод. Да, это чисто каутбьюсевский этот. Я, кстати, вообще ничего не знаю про этот бренд. Давай заглянем в нашу шпаргалку. Давай. Ну, вообще, я пока прочитаю, что это мультимолекулярный гиалуроновый комплекс. То есть, видимо, это сыворотка гиалуроновая. Гиалуроновая сыворотка. И я, кстати, да, я читала здесь 12 гиалуроновых соединений. И не такая уж это дорогая вещь. 27 фунтов стерлингов. А выглядит, как будто это стоит стоить. И упаковка такая крутая. Упаковка просто шикарная. Шикарная, шикарная. Так, приходим к номеру 13. 13-й большой. А тут вот... Никогда не угадаешь. Маша так радуется, как будто это что-то клёвое. Это клёвое? Да, это очень клёвая и дорогая штука. От Medic 8. Да, Medic 8. Называется Air Retinoid. You've Activating Cream. Короче, это антивозрастной крем. Видно с ретиноидами, да? С ретиноидами, да. Это Travel Size. Обратите внимание, что... Блин, какие они молодцы. Они Travel Size сделали так же, как выглядит полноразмерка. То есть это не какой-то ущербный тюбик, а это реально красивый тюбик, такой же, как полноразмер. 50 миллилитров. Но он не стеклянный, кстати. И 50 миллилитров, Тань, как думаешь, сколько стоит? Ну, раз уж ты так удивилась, я там жду каких-то сумасшедших цифр, там, в маля 5 тысяч рублей. 225 фунтов стерлингов стоит 50 миллилитров. 22 тысячи рублей? Ну да, если на стол умножать, примерно 22 тысячи рублей. Да, но это такая штучка, это типа ночного крема, я так понимаю. И так как она имеет очень активную формулу, ее нужно вводить и внедрять постепенно. То есть не кажется, сначала через день, или там через 2 дня, потом через день, потом уже можно каждый день и на ночь. Вообще, кто не знает, витамин А, он запускает регенерацию, во-первых, нашей кожи. И поэтому помогает он бороться и с акне, и антивозрастные эффекты обладает, потому что ускоряется обновление кожи, и, соответственно, морщины у нас уходят. И для человека вот именно ретинол, это активная форма витамина А. И у некоторых людей растительная форма, бета-каротин, она не усваивается, но ретинол абсолютно у всех людей усваивается. Ну, очень красиво, конечно, сделано. Да, и способен также усваиваться через кожу. Номер 14. Что-то очень маленькое, это самая маленькая ячейка, но там лежит хороший полноразмерный крем для век от бренда Рен. Написано Brightening Dark Circle Eye Cream, то есть от темных кругов под глазами, объем 15 мл. Да, очень, кстати, хороший крем, на него очень хорошие отзывы. Но мне он не подойдет, потому что у меня никогда в жизни не было темных кругов под глазами, я не знаю, что это такое. Меня, кстати, тоже. Меня беспокоят больше морщинки. Я, Бог, миловал с точки зрения того, что у меня редко опухают вот эти мешки, мне кажется, вообще никогда под глазами, и особо нет темных кругов. Может сказать, нет, наверное, может, я сейчас ищу, правда. Ну да, морщины меня тоже больше беспокоят, но здесь написано, минуточку... Нет, все-таки это больше от темных кругов. Да, от темных кругов. Про морщины ничего не сказано. Это очень хороший бренд американский, и он подходит сильно для чувствительной кожи, для реактивной кожи. Вот они, у них вообще весь концепт это для реактивной чувствительной кожи. Так, а мы по какому номеру, я уже забыла? 15-й, да, вроде бы? Да, сейчас 15-й, ты открываешь. Большая. Как жалко, что 16-й номер открываешь не ты. Я знаю, что будет в 16-м номере. О, а у меня, вежеврочем, 15-й номер, а тут он заполнен, очень много различных тут каких-то продуктов, давайте по очереди открывать. Первый, вот про это я знаю, я сейчас тут все расскажу. Итак, это бренд ХАМ, Hair Sweet Hair, то есть витамины для волос, витамин В12, В9, биотин, это В7 и цинк. В принципе, все грамотно, потому что волосы очень-очень сильно любят витамины группы В, особенно любят биотин. Кстати, здесь, слава богу, биотин в хорошей концентрации, 10 тысяч процентов суточной нормы, а В12 в 34 тысячи процентов суточной нормы. И кого-то вот это может испугать, девочки, не боимся. Витамины группы В очень плохо усваиваются через ЖКТ, в среднем усвоение это где-то около 4%. Так, девочки, я не знаю, когда оборвалась запись, но мы продолжаем с номера 15. Мне кажется, это не так давно произошло. Итак, в 15 номере были витамины для волос, было масло для волос и микромасочка от бренда К-18. Здесь, кстати, такая упаковка, они постарались как можно подробнее все написать. Да, этот бренд представлен в золотом яблоке, у нас в России он продается, и вот такая финтипулька одноразовая стоит 1150 рублей. Они серьезно 5 миллилитров продают? Они серьезно продают 5 миллилитров, а полный размер у них 15. Девочки, напишите в комментариях, вы хоть раз покупали 5 миллилитров маски для волос за 1000 рублей? Блин. Какой у нас следующий номер? А, 16. 16-й, да. Таня, я так хотела, чтобы ты его открыла. Ну ладно, видимо, судьба открыть это золото мне. Все пишет хотя бы. Я просто знаю, что там. Очень красивая. Кстати, вот, а я знаю тоже, что это, это должна быть Exaggerized, да? Читай. Да, Exaggerized, это единственная палетка Шарлотты Тилбери, которую мне еще хочется приобрести в свою коллекцию. У меня их уже сейчас, на данный момент, 3 штуки. Две я продала. И вот это. Здорово, кстати, что они именно ее положили, потому что она самая нейтральная. Сейчас я поближе вам. Вот здесь такие нейтральные оттенки красивые. Я, наверное, Машу ее сейчас и куплю. Так что на это не облизывайтесь, это куплю я. Потому что здесь прикольный эффект влажного века. Напишите, нужен ли мне макияж с этой штучкой. Вот. И матовый здесь очень такой нейтральный растушевочный оттенок. Вот именно палеточка такая на каждый день. Скромная, но с фишечкой. Именно влажного века. Вообще, Шарлотта молодец. Очень красивые нюды. У нее классные вообще продукты. Макияжные. За все время мне не понравилось, только была у нее палетка для лица. Ну, чисто потому, что она уж слишком была нюдовая. Уж слишком для тех, кто не любит краситься. Так, мы теперь приходим к номеру 17. Моя очередь. Ага, опять средства для волос. Что-то они нас в этом году с волосами прям атаковали. Это масочка от бренда. Тань, произнеси, ты хорошо английский знаешь. Hair gain. Вот. Да. Написано Miracle Treatment. Это чудесное излечение волос. Магическое тоже. А в составе непонятно что. Просто они будут становиться толще, наполненные, заполненные сиянием и жизненной силой. Тут так и написано. Вив Виталити. Давай откроем. Мне кажется, там алюминиевая баночка должна быть. Это travel size. Да, она алюминиевая. Угу. Вот такая прикольненькая, розовенькая. И здесь 50 миллилитров. Да, это travel size, который можно купить. В принципе, хватит раз на 5, наверное. На обычные волосы. Мне вообще раза на 3, наверное. У меня волосы длинные. Ну и я, наверное, не сильно экономные. Так, следующий номер, 18-й. Мы движемся... О-о-о-о. Он длинный какой-то, огромный. Длинный и большой. Не выдержишь. О-о-о. Вот это тебе фартанало. Ничего себе. Декоративка подъехала. Тут просто полно всего. Сейчас мы разберемся, девчонки. Тут 5 каких-то штучек. Начнем с неинтересного. Вот. А не, слушайте, это интересно. Тут поймаем, все почти интересно. Так, первое это Лора Мерсье. Pure Canvas Primer. То есть, праймер для лица от Лоры. Отложняющий. 25 миллилитров. Вообще шик. В камеры положим. Так, затем Hourglass. Я думаю, все уже знают, что это такое. Extreme Lash Mascara. Тушь, миниатюрочка. Большая миниатюрка. Там прям вес такого губа. Которая называется Kaush. То есть, внимание, наверное, можно перевести. Обожаю эту фирму. Ой, я тоже люблю. Ой, она такая треугольная. Как у них помады. И тоналки выходили тоже в такой треугольной форме. В форме. Прикольно, прикольно. Но я, кстати, отзыва на нее не знаю. Толком она, интересно, как. Затем. Малютка. С пипеточкой. Это Impossible Glow. Невозможно представить себе, какое сияние. Жидкий хайлайтер. Да. Жидкий хайлайтер в капельках. От бренда Pie. Да, у меня от этого бренда, мне кажется, ничего и не было. Вот это вообще шик. Но мне кажется, только у меня есть. Потому что это помадка от Huda Beauty в оттенке Sweet Chicks. Так, секундочку. Сейчас мы проведем экспертизу. И посмотрим, есть ли у меня такой оттенок. Потому что я его заберу. Таня, все пол календаря с декоративкой. Нет, я декоративку заберу, потому что у меня более чем достаточно продуктов ухода. Какой цвет красивый. Да, это прям пыльная розочка такая красивая. Так, причем, по-моему, это именно кремовая помада, потому что у матовых у них не прозрачный колпачок, а у кремовых прозрачный. На магните, да? Так, сейчас я гляну, что... Соответственно, я сейчас ходила за своими. Вот в моей коллекции есть две. Матовая с непрозрачным колпачком у меня. Она называется Girls Trip. И прозрачная Hustle. Тоже офигительный оттенок. И мы видим, что это полный размер. И такого оттенка у меня нет. Я его хочу. Забирай. Не, они классные. Правда. Вот что-что. Именно вот эти кремовые у Huda лучше даже, чем матовые получились. Хотя матовые тоже огонь. В принципе, и те, и те советую. Шикарно. И последняя штучка от фирмы Роэн. У них, кстати, прикольные тенюшки. И прикольный блеск для губ я недавно покупала. С таким плампинг эффектом. А это я себе заберу. Я очень хочу попробовать этот хайлайтер. Да, это кремовый хайлайтер, да, видимо? Да, кремовый хайлайтер. Такой он тоже дураха-пахата сделан. Такой стик прикольный. Что-то я на этот бренд подсела. Мне очень нравится. Да, мне понравился это, знаешь. У меня блеск для губ, который есть. Он с холодком, с ментолом и очень-очень качественный. Вообще шикарно. Это, кстати, бренд очень известного модного визажиста в Битании. От Никки Дероэст, по-моему, её зовут. И она типа звёздный стилист. Красят всяких Поппи де Лавинь, эту Кьяру Ферранье, известных личностей. Блин, вообще 18 номер. Моё почтение. Моя душа порадовалась. Так что-то неудобно засовывать. Потом засунем. Давай вот сюда. О, кстати, смотри, мы могли сверху ставить что-то. Правда, можем уронить. Номер девятнадцатый. Не вижу. Вон, в уголке. Вижу. Самый первый шёл. Соил Де Жанейро. Это очень популярный американский, да, бренд уходовых средств за телом. Я всё время вижу, как американочки в своих влогах показывают, что они его скупают какими-то огромными банками. И вроде как он должен пахнуть приятно, но тут он запечатан. Там невероятные запахи. Говорят, что если вы понюхаете этот крем, вы улетите на облака. И у них фишка в том, что они пахнут всякими разными крутыми фруктами из бразильских каких-то мест. И, короче, вот у них же основной идёт жёлтенький. Да, сам популярный. А именно вот этот идёт bright. Это сияние. Это сияние, да. Сейчас я посмотрю, чем он отличается. Чем он отличается? У меня написано. Ингредиенты с амазонки, вот, и фруктовые кислоты. Всё, да. То есть вот именно жёлтенький идёт обычный базовый, а этот с фруктовыми кислотами. Прикольно. Так, движемся дальше. Номер двадцатый. Маленький. Может быть, на удаленький. О, эту фирму я, в принципе, знаю. Это Glow Recipe. Он часто тоже попадается. Корейский бренд. Извести нашу корейский. Тут хайлайтинг с серым. Просто подсвечивающий кожу серым. Да, известная их сыворотка с арбузом, которая делает такое, как лицо, как стеклянное, влажное. И после неё очень сильно лицо блестит. О, какой флакон. Некоторые используют её как хайлайтер для лица. Да, флакончик красивый. У них вообще дизайн, это премиальная Корея. Дизайн очень красивый. Причём написано капли. А, тут такая крышечка. Дропс, там это как капельки, ага. Прикольно. Так, засовываем. Про цены мы ничего не говорим с Таней. Да. Слушайте, да, давайте всё-таки поговорим. Мы забыли говорить вам цены. Потому что отвлеклись в последнее время на то, что много всего клёвого. Ну, вот сразу хочу сказать, что вот этот стоит тысяча четыре, не меньше. Сорок три фунта стерлингов. Помада от Худы. Двадцать четыре фунта стерлингов, я помню. А в России вообще, наверное, сейчас тысяча три. А в России около трёх тысяч, да. Вот. Остальное я из декоративки не знаю. Вот эту миниатюрку тоже продают на Ильдеботе, на нашем. Тоже тысяча две с половиной она стоит. И Лора Мерсье тоже она. Стикат Роэн тоже дорогой. Вообще бренд дорогой. Да, бренд дорогой. Вот он. Так, а вот эта сыворотка Глоу Ресипи? Она идёт тридцать один фунт за сорок миллилитров. А здесь пятнадцать. Ну, она не супер дорогая. Но прикольный бренд. Так. Это был номер двадцать один, теперь номер двадцать два. Да, номер двадцать два. Высокенький. О, боже мой. Что там? Неупаковка угарная. Я не знаю, что. Доктор Штилип Леви. Это очень-очень дорогой швейцарский бренд. Бренд. Дерматолог. Он сейчас продаётся. Да. Это дерматолог, известный и хирург. Вот. Он продаётся в золотом яблоке. Угу. Я тут просто пытаюсь понять, а что он делает? Skin Reset Treatment. Перезагружающий кожу. Лечение. Это защитный экран для лица. Да, да. Полюшин шилд. Я насколько понимаю. Да. От пяти выявленных этим доктором, как это сказать, проблем. Не, а я сейчас могу прочитать, от чего он выявил проблемы. Это загрязнение города, озон, химикаты, которые используем в доме, синий свет. Синий свет, и вот одно слово, только не знаю, не фрейд, как это приводится. Синий свет это от монитора. И свободные радикалы, скорее всего. Да, наверное. Это слово, которое я не знаю. Вот он выявил этих пять причин, которые влияют на старение кожи. И создал вот такую вот штучку. Сколько стоит? На золотом яблоке я знаю, что она 8800 стоит, а на этом на Call Beauty 79 фунтов стерлинга. Ну плюс-минус то же самое, около 8800. Ну да, кстати, это относительно такой молодой бренд. Вот, ну как, 2000? А это полноразмерка? Это полноразмерка, 30 миллилитров, да. Это очень дорогая вещь. Так, движемся дальше. Дальше, дальше. 23 номерочек. О, крошка. Тоже маленький. Самое интересное, наверное, в 25-м лежит. О, это я знаю. Вот про это я чуть-чуть могу рассказать, потому что я видела у других блогеров эту штуку. Это Брио Джио Суперфудс Авокадо Киви Мега Мощер Хейр Маск. То есть масочка для волос. И все время накваливают эту Брио Джио люди с чувствительной кожей головы. Хотя, наверное, для маски это не так. Этот ревел-сайз, он продается на сайте и стоит, по-моему, 12 фунтов стерлингов. Да, вот чем мне нравятся вообще гуди-бэки от Калбьюти, и в Адвенте тоже это есть, то что, честно, я бы никогда в жизни столько люкса дорогого не купила. Ну, вот именно, чтобы вот так массировано, какие-то бренды незнакомые. А есть возможность все-таки попробовать и заценить, оно того стоит или нет. Номер 24. Тань, тебе достанется самый большой. О, Биосенс. Правильно? Я читаю. По-моему, это, кстати, не на английском. По-моему, это биосанж или что-то типа такого. И это, возможно, французский. Либо мы обе ошибаемся, поэтому не обессудьте. Но марка американская. Да, это биосенс, наверное. Написано, это сквалан, коперпептиды, то есть пептиды меди и плампинг-сир. Это для объема кожи против обвисания. В общем, да, сыворотка-крем против дряблости, обвислости, так что ли сказать, кожи. Направлена именно на это. У них очень хорошие масла. У меня такой не было. У меня была с розовым маслом, и она мне понравилась. Давай посмотрим, сколько. Стоит она 52 фунтов стерлингов. И, кстати, с 2022 года, это я в интернете прочитала, лицом этого бренда будет рис Уизерспом. Блин, рис вообще такая красотечка. Да, она будет сниматься в новой части «Блондинки в законе». А мне она очень понравилась по сериалу «И повсюду тлеет пожары». И второе про убийство. Как назывался, наверное, тоже смотрела. Да, но я не помню название фильма. Там два красавчика с ней снимались. Да. Я не помню название. У нее, кстати, образ одинаковый в обоих этих сериалах. Там она такая мамаша американская деловая. Деловая колбаса. И ура, последний номер. Давай, Тань, ты доставай, но будем вместе там. Давай не глядя тянуть. А что не глядя? Там много всего. Ну, по очереди. Там много всего. Стоп. Вот так я выдвинула. Я тяну что-то одно, потом ты. Так. Давай. Джо Малон. О, обожаю. Джо Малон. Да, кто не знает, Джо Малон продала свой бренд. Джо Малон из Телаудер, по-моему, да? Мне кажется, из Телаудер. И у нее было такое условие продажи, то, что пять лет ей нельзя было заводить свой личный бренд. Пять лет прошло, и она сразу же, мгновенно открыла вот такой бренд Джо Лавс. И вот Джо Малон офигенно умеет создавать такие легкие, интересные ароматы. У нее нет ничего удушающего, как правило. Ну, по крайней мере, пока она была в бренде Джо Малон, не было. И сейчас в этом бренде Джо Лавс уже не первый раз не попадаются свечки. Они все офигенно пахнут. У меня была офигенная свеча с ароматом камина разожженного. А сейчас Christmas Tree. То есть это очень интересная елочка. Там лаванда, розмарин, новогодний запах. То есть не просто хвоя, тут еще примешаны цветочки такие нежные. Вообще шикарная свечка. Такая свечка отдельно не продается, 70 грамм. Но у них есть наборы из трех свечей по 70 грамм. И стоят они 75 фунтов стерлингов. То есть вот эта свечушка стоит 25 фунтов. Вот такая вот. Ну, Джо Малон у него и до сих пор. В основном в бренде есть и диффузоры, и свечи. И там они стоят безумно дорого. Так, давай следующий я буду доставать. Я достала пьяного слона. Это глицериновое желе для умывания. Неполноразмер. Это travel size. И удивительно, Таня, travel size. 60 миллилитров. Идет в коробочке. С кого? Яркая упаковка. С инструкцией. Вот, да? Почему? Почему так? Почему что-то кладется в коробке, а что-то кладется не в коробке? Прикольный нейминг, да? Назвать бренд пьяный слон, это вообще угарно. А кто-нибудь знает, почему пьяный слон называется? Ты знаешь, почему пьяный слон? Потому что все ингредиенты в этом бренде, они берутся из Амазонки. Или из Африки откуда-то. И полностью в каждом средстве есть в составе плоды дерева марула. И именно эти плоды едят слоны, питаются этими плодами. И, по легенде, они от них пьянеют. Поэтому вдохновленные создатели назвали именно... Блин, угарное название. Да, пьяный слон. Потому что вот марула, она во всех кремах, во всех там сыворотках. Я недавно в новостях видела, как пять слонов напились за сосной. Так что это правда. Только я не знаю, они марула ели или нет. Следующий это бренд фармаси, называется крем Honey Hollow Ultra Hydration Cream Ceramide Moisturizer. Ультра увлажняющий крем с керамидами. Видимо, дорогой. Сколько стоит? Это явно полноразмерка. Давай посмотрим нашу шкаргалку. Да, это полноразмерка. Утяжеленная. Брана 42 фунта стерлингов. Там, кстати, очень красивая крышечка из дерева идет. Это фермерский бренд. Они позиционируются как... Как это сказать? В общем, состав всех их продуктов это выращенные на ферме что-либо. То есть, допустим, здесь есть мед с пчелами. О, металлическая лопата. Для крема. Повторюсь, это фермерский бренд. Правда, офигенная коробка. И, кстати, интересно, что тут есть магнит, потому что это лопатка, она примагничивает. Следующий я. Я достану One One Skin. Это американский дорогой бренд от пластического хирурга известного. Это вообще просто крыло от самолета. Кислородная маска. Наверное, омолодит вас лет на 20. Да? За какую цену? Я даже боюсь. Не ждать омоложения на 20 лет. Говорит, 95 фунтов стерлингов. 10 тысяч рублей. Да. Тут 30 миллилитров. Это полноразмерка? Нет, это 1-2 примерно. То есть, грубо говоря, это 40 стоит. Следующий. Блин, только все в этом номере тут. Я, кстати, не знаю, как вот это прочитать. Вот это лани... Это французское что-то? Лани... Лани... Я знаю, что это корейский бренд, но почему-то на французский манер... А ты заметила, что, кстати, корейские бренды любят французские названия? Да, да. У них видно тоже, как у русских, есть такой стереотип, что самая лучшая а-ля косметика это французская. И очень многие бренды используют французские названия. Маска для губ с шоколадом. Вау. Ничего себе. Мне кажется, это полноразмерка, девочки, потому что здесь огроменная манка. Кстати, я видела, Лани, я шучу, много подделают на Вайлберисе. Весь Вайлберис завален розовой маской для губ за 300 рублей. И не знаю, уж работает она или нет, но вот именно у оригинальной у неё очень хорошие отзывы, и она довольно дорогая. Кстати, это, да, ночная. Самое прикольное, когда я искала цену на эту маску, и её нет в продаже на сайте Калдбьюти. Я нашла просто где-то в интернете, там на каком-то дочернем сайте, тоже в фунтах, она стоит 19 фунтов стерлингов. Прикольно. Здесь 20 грамм. Идеи хватит надолго. Так, ну и всё, последний лот достаётся мне. Та-дам! А здесь я знаю, что это такое. Что-то прикольное завёрнутое в мешочек. Да, это, короче, масочка для сна от бренда Калдбьюти. Так и называется бренд. И сделана она, ребят, из шёлка, там прям написано, тутового шёлкопряда. Но она офигенная на ощупь. Ну, по-моему... Стоит вот эта вот малюшка 40 фунтов стерлингов. Гладенькая, вообще шикарная. Как тебе такое? Не, ну, конечно, всегда приятно натуральными тканями пользоваться. И здорово, что это натуральный шёлк, а не просто какой-то полиэстер. Так, всё. Мы подошли к концу, и я очень извиняюсь, ребят, за то, что я не смотрю в камеру. Я это понимаю в течение видео, потому что я первый раз в жизни снимаюсь вообще в видео на камере. И стесняюсь, не знаю, что делать, не знаю, что говорить. Поэтому прошу сразу прощения у вас за это. Там меня не ругайте сильно в комментариях. Я реально первый раз в жизни снялась. Давай подведём итог. Какие у тебя впечатления от календаря? Шикарные. Ну, вообще, это самый популярный адвент-календарь каждый год. И он самый шикарный. Он всегда обещает суперкрутое наполнение. И, кстати, по цене 235 фунтов стерлингов, я считаю, абсолютно адекватная цена. И я вот вчера заходила на Калбьюти, он до сих пор ещё есть в продаже. Почему-то последние годы его не так быстро разбирают. А я сегодня заходила на Калбьюти, и он уже в виш-листе. Да? Всё, он распродан. Именно сегодня он распродан. И они настолько, видимо, много в этот раз их сделали, что они усиливали постоянно его продажи. Либо очень мало покупать стали, либо они сделали их очень много. Они давали гуди-бэ к нему, там, 3 дня буквально. Они давали скидку на него 20%. Короче, они усиливали... А, потом они давали эти Калбьюти-коробочки. У них сейчас, знаешь, на сайте вышли в подарок на выбор из 5, там, или из 4 коробочек. Давали в подарок, лишь бы купили его. Вот настолько они продвигали его. Но что мне нравится, что если ты не супершипоголик. Вот, например, я по уходу не супершипоголик. Поэтому, в принципе, можно один раз в год купить такое календарище. И я отвечаю, что этого хватит. Абсолютно каждого на свете. Уж, по крайней мере, вы обеспечены кремами для лица и сыворотками. Для волос, может быть, конечно, не хватит тут больше попробовать. Но именно, что касается лица, мне кажется, у меня бы точно потребность. Но они много для волос в этом году положили. Прям много. И шампуни, и маски, и спреи. Для волос, я считаю, прям очень много продуктов. И самое крутое, что здесь есть и декоративка, и крема, и сыворотки, и свеча. Кстати, мы сейчас сидим, то они за нее перебьют. У нас здесь все пахнет вот этой свечой. Вот этой красивой и вкусной свечой. Ароматная. Ну, правда, кремов здесь было очень много. Мне кажется, даже если кожа сухая, вот эти вот все крема, масла, вот это вот все собрать, ну, не знаю. Ну, мне вот точно бы хватило на год. Может быть, кому-то на полгода, у кого собрать сухая кожа. Я тоже очень довольна содержимым. Мне кажется, это интересный опыт. Особенно для тех людей, как я, которые, ну, не готовы сразу там 10 тысяч за одну сыворотку тратить. Тут все-таки много чего можно попробовать. Это очень прикольно. Подписывайтесь на Телеграм Маши. Все вот это можно у нее купить. Она специально заказывает несколько таких календарей, да? Да, несколько. Поэтому даже я вот еще забрала вот такие всякие штуки. Это еще будет у нее в продаже, потому что у нее таких календарей будет много, которые она раз продает. Ну, и, конечно, если вы сами хотите попробовать что-то купить, это тоже можно все сделать через посредников. Сейчас появился еще, кстати, новый посредник Почта России. Хочу тоже его попробовать. Ну, я не знала про это. Почта Global называется. У нее тоже классные условия. Так, друзья, на сегодня мы, наверное, закончили. Пишите, какие были ваши впечатления от этого календаря. Кажется ли вам, что это выгодная сделка или не очень. Жду, в общем, всех ваших комментариев. Если что-то захотелось купить, вы знаете, где это теперь можно сделать. Ну, а я на этом на сегодня с вами прощаюсь. Все, пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok